Конкретный тип называется представителем класса типов, если для него реализованы все функции, которые в классе типов объявлены. Иногда вместо слова представитель используют слово экземпляр. По-английски этот термин звучит как instance. Давайте посмотрим, каким же образом мы можем реализовывать представителей классов типов. Перед нами модуль, в котором объявлен класс тип EQ. Мы работаем по-прежнему с этим классом типов. И в нем объявлены две функции, два оператора. Мы помним, что оператор и функция это одно и то же. Оператор сравнения на равенство или неравенство. Кстати говоря, если мы объявляем сигнатуры функций, две функции с одинаковой сигнатурой, то мы можем перечислить функции через запятую и после этого написать их сигнатуру. Такое в хаскеле допускается. Это наш класс типов. Теперь мы хотим сделать какой-то конкретный тип представителем класса типов EQ. То есть подставить вместо A какой-то конкретный тип. Для того, чтобы объявить представителя классов типов, используется ключевое слово instance. За ключевым словом instance следует, во-первых, имя класса типов представителя, которого мы реализуем. После этого следует конкретный тип, для которого мы реализуем этого самого представителя. Он подставляется вместо типового параметра в объявление класс типов. Таким образом, наши функции приобретают сигнатуру BULL, стрелочка BULL, стрелочка BULL. После этого мы должны нашу функцию BULL, стрелочка BULL, стрелочка BULL реализовать после ключевого слова WHERE. Отступы точно так же обязательны. Когда мы объявляли сигнатуры, мы говорили, что необходим отступ. И когда мы реализуем функцию, то мы тоже реализуем функцию с некоторым ненулевым отступом. Здесь у меня реализованы обе функции. Первая функция, которая реализует первую сигнатуру, сигнатуру равенства, она определена с помощью сопоставления с образцом. Мы знаем, что тип BULL содержит всего два значения TRUE и FALSE. И мы можем эти значения перебирать во всех возможных комбинациях, реализуя соответствующее поведение. Вообще говоря, поскольку у нас здесь два значения типа BULL, то в нашей реализации должно быть четыре равенства. Однако у меня всего три равенства. Действительно, когда у меня два значения типа BULL равны, когда они оба имеют значение TRUE, тогда они равны возвращаемое значение TRUE. И когда они оба имеют тип FALSE, они тоже равны возвращаемое значение TRUE. Дальше я мог бы написать пары TRUE-FALSE и FALSE-TRUE. Однако я использую некоторый специальный символ подчеркивания, который обозначает во всех остальных случаях. Это некоторый образец, который всегда подходит и ничего не связывает. Подчеркивание просто говорит, что мы можем здесь, этот образец удачно, всегда удачен, во-первых. И, во-вторых, мы совершенно не интересуемся конкретным значением. Ну, действительно, если у нас наши два значения не подошли ни к первому, ни к второму равенству, то ясно, что независимо от остальных значений мы должны возвратить ложь. Потому что пара TRUE и FALSE и FALSE и TRUE естественным образом не равны друг другу. Следующее соображение касается реализации второго оператора, второй функции, которая у нас присутствует в нашем классе типов. Эта функция может быть реализована через первую функцию. Мы просто говорим, что если неверно, что x равняется y, то значит x не равняется y. То есть вот здесь перед нами имеется некоторая разумная реализация неравенства. Мы можем видеть некоторые отличия между использованием интерфейсов в объектно-ориентированных языках и использованием интерфейсов, то есть классов типов в Haskell. В объектно-ориентированном языке мы реализуем интерфейс для некоторого типа данных в том же самом месте, где мы этот тип данных определяем. То есть когда мы определяем тип данных в объектно-ориентированных языках, мы указываем все те интерфейсы, которые он выставляет, ну, либо с помощью ключевого слова интерфейс, либо с помощью других ключевых слов наследования и так далее. И после этого реализуем этот интерфейс прямо при определении типа данных. В Haskell это не так. В Haskell реализация интерфейса и объявление типов данных разнесены. Например, тип данных BOOL, для которых мы сейчас реализовывали интерфейс EQ, объявлен где-то в другом месте. Мы в Haskell можем делать любой тип представителем любого класса типов совершенно отдельно от определения этого класса типов и определения этого типа. Это дает дополнительную степень свободы, и это является отличием интерфейсов в Haskell и интерфейсов в объектно-ориентированных языках. Вернемся, однако, к нашим примерам и поговорим еще об одном инструменте, который связан с классами типов. Это инструмент, который носит название «Методы по умолчанию». Если мы посмотрим на реализацию представителя для типа BOOL интерфейса EQ, то есть класса типов EQ, мы обнаружим, что там у нас присутствует вот такая вот реализация. Однако реализация неравенства через равенство не содержит никакой специфики, связанной с конкретным типом BOOL. Если бы мы писали представитель EQ для какого-то другого типа, там для интеджера или для инта, или для списка, мы бы могли реализовать неравенство в точности таким же образом. Таким образом, такая реализация подходит для любого представителя. Она в некотором смысле совершенно полиморфна. И Haskell допускает возможность сделать реализацию по умолчанию в непосредственное объявление класса типов. Мы можем взять, убрать отсюда это определение неравенства и написать внутри объявления класс типов эту реализацию по умолчанию для некоторого метода. Теперь мы приходим к следующей ситуации. Для того, чтобы реализовать класс тип в EQ, нам нужно реализовывать не все методы, которые в нем присутствуют, а только те методы, которые не имеют реализации по умолчанию. Вот такая вот пара тоже вполне работоспособна и вполне хороша. Когда мы реализуем представителя класса типов, мы можем перекрывать реализацию по умолчанию. Мы могли бы здесь реализовать каким-то более эффективным, например, образом сравнение на неравенство. Однако можно этого не делать. Более того, мы можем давать циклические реализации по умолчанию. Например, мы можем внутри класса тип в EQ написать реализацию по умолчанию и для равенства, и для неравенства. Теперь мы получаем следующую возможность. Мы можем писать представителей классов EQ, реализуя либо равенство, тогда реализация неравенства будет подхватываться по умолчанию из объявления класса типов, либо наоборот реализовывать неравенство. Тогда реализация равенства второй функции будет подхватываться из объявления класса типов. В документации по Хаскелю есть термин Minimal Complete Definition, минимальное полное определение, которое говорит, что в классе типов необходимо реализовать, а что уже реализовано с помощью методов по умолчанию. Как полезно, реализуя какой-то класс типов, посмотреть на Minimal Complete Definition и реализовать в точности то, что требуется, не реализуя всего остального. Может возникнуть такая ситуация, когда у нас класс типов таков, что для всех методов есть реализация по умолчанию. Тогда мы можем просто писать instance имя класса типов, имя типа, where, и ничего дальше не писать. Такое тоже синтаксически возможно, но это, естественно, допустимо только в том случае, когда у всех методов класса типов есть реализация по умолчанию. Такое бывает часто, но здесь нужно быть немножко аккуратным, потому что может оказаться, что реализация по умолчанию, как в случае нашего последней версии класса в ЯКУ, она циклична. А может оказаться, что не циклична. Если циклична, то что-то реализовать надо. Если не циклична, то достаточно реализовать что-то одно. Обычно такое указывается в документации класса типов. Продолжение следует...